Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании «Город 7 минут». Сегодня у нас в гостях наш постоянный комментатор, политолог Юрий Мастяев. Юрий, но вам, естественно, вопрос один. Выборы в Рязанскую городскую думу, городская телекомпания, поэтому у нас прежде всего городская дума интересует, как они прошли, что вот вокруг этих выборов было и как теперь может все, так сказать, повернуться. Вот мнение политолога. Такими понятными, простыми словами. Ну, выборы прошли. Конечно, как и предполагалось, явка оказалась крайне невысокой. Но, в принципе, это многие прогнозировали. Потому что, ну, во-первых, парадоксальная ситуация исключается в том, что, если брать там Западную Европу, США, то там к местным выборам относятся более значимо, чем к выборам президента и так далее. Ну, да. Тут выбираешь людей, от которых реально напрямую зависит твоя жизнь. У нас же до сих пор в сознании висит, что все зависит оттуда, сверх. Поэтому федеральный уровень вызывает больше интереса, чем местный. Ну, и потом, конечно, вот эта вот сама дата 8 сентября, она тоже, конечно же, многими отмечала, что, скорее всего, будет не очень удачно в этом плане. Потому что народ либо еще в отпусках, либо только приезжает. Естественно, опять же, та же самая избирательная кампания в августе вести серьезный смысл особо нет, потому что людей в городе особо и нет. И так далее и тому подобное. Поэтому и паровок явки у нас отменен. Поэтому, в общем-то, выборы, конечно, состоялись с учетом того, что пришли неизборятельные участки, ну, там чуть более 26%. Естественно, раздаются голоса, что как же так, это не демократично. Ну, на самом деле, споры во всем мире по этому поводу идут. Признавать ли такие выборы демократические или не демократические? Ну, я считаю, что вполне, потому что кто хотел, тот пришел. Те, которые не пришли, значит, они по-хорошему либо не знают, за кого голосовать, либо доверяют тем, кто пришел, либо, в общем-то, им все равно. Поэтому, когда они начинают кричать, что решили без нас, извините, вам шанс был предоставлен, вы им не воспользовались. Это просто говорит о бурне активности и политической культуре населения. К сожалению, он достаточно низкий. Отсюда, на мой взгляд, в Единой России удалось свой электорат, ну, может быть, и с помощью административного ресурса, но привлечь на выборы. Другим партиям свой электорат полностью привлечь на выборы не удалось. Это борьба. Тут используются все шансы, поэтому, что говорите, да? Ну, да, сейчас опять раздались много криков. Восемь партий призывает признать этот выбор недействительно, но, естественно, те, которые проигравшие. Ну, на мой взгляд, выборы прошли, ну, может быть, с небольшим отличием от предыдущих, потому что тоже залез в интернет, смотрю, там, самые ужасные выборы, бог знает, что творилось. Залез на предыдущие выборы, слова примерно те же самые. Да, прям, можно сказать, что прям, как будто народ и не выдумывал ничего нового, прям залез, кусками абзацем вырвал и на форум бросил. Все эти шумы, они были, есть и будут. Ну, на мой взгляд, сейчас не сколько идет борьба партий, сколько и политтехнологов. И политтехнологи действуют как на стороне власти, так и на стороне оппозиционных партий. Ну, конечно же, сами понимаем, что у партии власти всегда ресурс больше, и он проявляется. Ну, соответственно, надо понимать, что и те партии, которые стоят в оппозиции, они свой ресурс, на мой взгляд, не смогли использовать до конца. Единая Россия смогла. Поэтому такой результат. Когда там сейчас говорят о массовых нарушениях, опять же, много шума, реальных доказательств достаточно мало. Поэтому я допускаю, что, конечно, что-то было, потому что у нас это не проходит. Но, опять же, допускаю, что это было со всех сторон. И второй момент, конечно, что, чтобы чего-нибудь не было, чтобы все прошло. Тут даже будет зависеть от чиновников, который находится на более низком уровне. Он все равно попытается на всякий случай перестраховаться, даже если и не нужно делать. И так далее. Ну, посмотрим, когда будут действительно поданы реальные жалобы, насколько они будут обоснованы и там подобно. Потому что, ну, как показывают предыдущие выборы, шум всегда очень мощный стоит в интернете, что у нас прям сотни тысяч доказательств, когда начинают разбираться, то многие доказательства, они, в общем-то, ну, малодоказательны, скажем так, условно. Ну, а если посмотреть результаты, то, в принципе, ну, на мой взгляд, Единая Россия смогла даже увеличить. Я так думал, что все-таки наберут они чуть поменьше. В том числе и по одномандатным, и по партийным спискам. Но здесь, наверное, сыграло несколько факторов. Вот, опять же, то, что они смогли свой электорат мобилизовать. То, что они смогли создать свой список, который, ну, скажем так, по сравнению с другими партиями, конечно, был намного убедительнее. Убедительнее, представительнее, авторитетнее. Да, ну, так скажем, как вот иногда спортивные соседания идут, и там вот многое зависит от двух команд, у кого лавка длиннее и убедительнее. Вот у Единой России, скажем так, спортивная лавка оказалась убедительной и длиннее. Они смогли привлечь, в том числе и тех людей, ну, которые в городе известны. И, естественно, проблема возникает в том, что у нас вообще электорат, он во многом является личностно-ориентирным. У нас очень часто, ну, где-то там, по мнению политологов, где-то 65% в среднем, это те люди, которые голосуют за конкретного человека. Поэтому, естественно, если посмотреть списки, то единорадские списки были намного более убедительны, чем списки других партий. Да, да, да. Удалось им собрать вот эту вот команду, и в ходе Праймерисы там... Ну, опять, Праймерис там неоднозначно вызывает оценку, но я участвовал модератором на Праймерис, и хочу сказать, что, конечно, там не прошло полностью все там гладко и так далее, но все равно было интересно. Интересно, и какие-то шаги были. Но у нас, как всегда, ничего не делаешь, критикуют. Начинаешь что-то делать, оно сразу же изначально критика, что что-то делается, но все равно это все плохо, даже если еще не знают, что и как. Ну, на мой взгляд, конечно, политтехнологии на России удалось ослабить свой главный конкурент КПРФ. И, на мой взгляд, КПРФ тут сами виноваты. Ну, может быть, они почивали, как говорится, на лаврах прошлых выборов, когда удалось им... Ну, может быть, да, может быть, были убеждены, что, да, критическое настроение к власти, оно перейдет и на выборах. Но проблема возникает в том, что вот этот, надо учить момент, который у нас многие простые рядовые граждане учитывают, что у нас очень любят ругать власть, но когда идут на выборы, то очень часто тот же, кто ее вчера ругал, он идет и за нее же голосует. Потому что одно дело поругать, а другое дело выбирать, а кого. Ну, а насчет КПРФ, то, в общем-то, если посмотреть, то, по-хорошему, конечно, голоса КПРФ ушли КПСС, коммунисты России. Ну, то есть, та же самая технология, наверное, все-таки сработала. Да, это четкая технология, когда создается, так называемая, спойлерная партия, партия-двойники, которые призваны расколоть электорат твоего конкурента главного, что, в принципе, удалось. Единственное, что непонятно, почему КПРФ проявил, ну, скажем так, достаточную слабость в контрмерах. Потому что, если посмотреть, то вот такой мощной компанией по объяснению, что единственная реальная партия – это КПРФ, а КПСС и коммунисты России – это, в общем-то, вновь созданы, что они не имеют никакого отношения к КПРФ и так далее, они не проявили. То есть, где-то в паре моментов было это, но не массовая реклама, скажем так, по, ну, даже по улицам города, когда, например, одна из мер против этого, заключается в том, что ты четко объясняешь, что КПРФ – это вот номер такой-то. И что, если ты хочешь голосовать за КПРФ, то номер такой-то у тебя в сознании должен и подсознание где-то остаться. Таких технологий не надо. Ну, что-то не было такого серьезного. Поэтому, я думаю, что, в общем-то, конечно, и эти голоса, они ушли туда. Так же, как и то, что участвовали 21 партии, по-хорошему, вот такое обилие партии, это, в первую очередь, идет на руку, как правило, правящей партии. Поэтому, когда там на митингах кричали, там, давайте ослабим партийный режим, давайте либерализуем партийное законодательство, вы заметили, что Дмитрий Недеевец реально на это пошел. Потому что, по-хорошему, действительно, «Единая Россия» от этого выиграла. Ну да, после того, как говорится, соперники политические рассыпаются. Да, да, потому что, получается так, что электорат «Единая Россия» остается, а позиция, она начинает потихонечку распадаться. Да, там один процент, тут полтора процента, тут пол процента. Ну, понятно, да, да, да. Ну, а по одномандатным округам, то тоже надо понять, что, опять же, во многих округах не было серьезных оппозиционеров, те, которые могли бы, действительно, в этом округе иметь серьезные значения. Если посмотреть, то, опять же, во многих округах есть свои сети избирателей, и просто так эту сеть перебить достаточно сложно. Отсюда, например, если по одномандатным округам посмотреть, то там несколько округов, это ясно, что это привел Игорь Трубицын, у которого Дашково-Песочный, это его любимый микрорайон, да, где у него там свои особые отношения с избирателями, они его поддерживают, и его людей, и, естественно, я думаю, что вот эти как раз округа и изменили то соотношение, которое так прогнозировалось, что, в общем-то, по одномандатам единороз займут где-то там, ну, 15 в районе мандатов из 20, а они взяли 19. Я думаю, что вот это тоже свою роль сыграло. Ну, и, конечно, на мой взгляд, сыграло свою роль и то, что оппозиционные партии, они не смогли мобилизовать и даже свой внутренний ресурс. Ну, если посмотреть, опять же, Таштансправедливый Россия, ну, по-хорошему, скандалы, как там начались, несколько лет назад внутри партии, так они до сих пор и не утихли. Ну, да. Хорошо, большое вам спасибо. Я напомню, у нас в гостях был политолог Юрий Мастяев. Мы говорили о вот свежеиспеченных результатах выборов в Рязанскую городскую думу. Теперь встретимся чуть позже, посмотрим, что из всего этого получится и как вот этот вот расклад уже окончательный ляжет. Вам большое спасибо и напомню нашим зрителям, вы смотрели информационную программу на телекомпании «Город». 7 минут. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!